МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Для того, чтобы предпринимателем стать, физическому лицу нужно в установленном законодательством порядке зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Вообще порядок регистрации субъектов хозяйствования предусмотрен положением о регистрации, которое утверждено декретом президента номер один. Для того, чтобы физическому лицу зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в городе Гомеле ему нужно обратиться в администрацию района. А для того, чтобы зарегистрироваться в районном центре, то нужно обратиться в районный исполнительный комитет. Для этого физическому лицу нужно представить заявление по форме определенной, которую ему предоставят в регистрирующем органе. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, это паспорт, и фотографию размером 3х4, такого же размера, как и для паспорта. Кроме того, нужно уплатить государственную пошлину в размере 0,5 базовых величины. На сегодняшний день эта сумма составляет 11 рублей 50 копеек. Но есть и другая возможность зарегистрироваться. То есть человек сегодня может, не выходя из своего дома, представить заявление в электронном виде и быть индивидуальным предпринимателем. Для этого ему к форме заявления электронного необходимо прикрепить свою фотографию, чтобы получить свидетельство. В таком случае физическое лицо при электронном подаче заявления на регистрацию будет освобождаться от государственной пошлины. Но есть здесь некоторые условия подачи электронного заявления. Необходимо физическому лицу получить электронный ключ с электронной цифровой подписью. Если у физического лица есть такое желание таким способом зарегистрироваться, то оно может обратиться за получением ключа по адресу город Гомель, улица Речицкая, 1А, кабинет 428. В таком случае вот такая упрощенная процедура регистрации. Хочу еще отметить, что зарегистрироваться, как, наверное, уже поняли телезрители, легко. Сегодня подал заявление, завтра ты уже стал предпринимателем. Но мне хотелось бы порекомендовать гражданам, что прежде чем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, надо определиться с тем видом деятельности, которое оно будет осуществлять. И все-таки немножко изучить законодательство, порядок налогообложения и размеры уплачиваемых налогов. И в случае необходимости гражданин всегда может обратиться за консультацией налоговый орган. Спасибо, Татьяна Александровна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова